Опасность на дорогах. В северном Казахстане дикие животные, преимущественно косули, стали массово выходить на дороги региона. В социальных сетях водители из разных районов области сообщают, что едва избежали столкновения с косулями. Тоже сегодня ехали в районе Байсала. Они спокойно дорогу переходят. Хорошо было светло, и мы их издалека увидели, избавили скорость. Еще дальше на трассе на полях стадами ходят. Недавно ехали по этой трассе. Так косуль там табунами ходят рядом с дорогой. Никогда на этой трассе не видел их в таком количестве. Мы вчера ехали из Явленки вечером. Тоже встречали косулю. Хорошо, что скорость была 70 и тормозили. А эта королева спокойно шла. Недавно ДТП с участием дикого животного произошло в Таиншинском районе. Поздно вечером косуля выбежала на трассу и столкнулась с автомобилем марки Мерседес Бенц. Водитель отделался испугом. А вот косуля ДТП не пережила. Погибла прямо на трассе. Автомобиль же пришлось ремонтировать. Все ДТП с участием диких животных произошли в темное время суток. В большинстве случаев под колеса автомобилей попали косули. За 10 месяцев текущего года на территории Северокорастанской области зарегистрировано свыше 10 дорожно-транспортных происшествий с участием животных, в результате которых пострадавших нет, автотранспортные средства получили механические повреждения. Хотелось бы обратиться к водителям при управлении транспортным средством, соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными, в особенности в ночное время, при движении вблизи лесных массивов, населенных пунктов, а также дорожных знаков «Дикие животные» и «Перегон скота». При встрече автомобиля с косулей, ее вес около 50 килограммов, повреждаются лобовое стекло, фары и передний бампер. В территориальной инспекции тоже заметили миграцию косуль, но с чем это связано, еще не выяснили. Фактов, грубо говоря, негативно влияющих на усиление или уменьшение миграции, такие как глубокий снег или где-то лесные пожары или степные пожары, они не регистрируются, поэтому говорить, что их что-то сподвигло на это не стоит. Косуля, особенно на нашей североказахстанской территории, вы понимаете, это дикое животное, которое само способно, природой у них заложено, добывать себе корм в любых условиях. В лесах нет ледяной корки или непроходимых сугробов. Корма в виде травы, молодых побегов деревьев и кустарников хватает, отмечают лесники. Один из возможных вариантов – миграция косули в соседние России, либо рост там популяции. Это только предположение. Но какая бы причина ни была, сейчас главное – быть внимательными на дороге, особенно на участках, отмеченных знаком «дикие животные». Агирим Хамзина, Казбек Рыгбаев, МТРК.